Всем привет друзья! Желаю вам хорошего настроения. Сегодня я хочу прочитать вам три статейки интересные. Это называется так. Зимовка пчел с добавочной вентиляцией. Первая статейка. Она небольшая. 1959 года журнал под номером 9. Прочитаем. У большинства пчеловодов-любителей пчелы зимуют в случайных малоприспособленных помещениях, кладовых, летних, кухнях и т.д. В таких строениях часто меняется температура воздуха, что отрицательно сказывается на зимовке пчел. Я уже третий год применяю добавочную вентиляцию. В гнезде между первой и второй рамки вставляю 12 мм толщины резиновый шланг. Конец его вывожу наружу. Через него осуществляется вентиляция. У ляг с такой добавочной вентиляцией сырости не бывает. Зимовка проходит хорошо. Летки зарешечивают сеткой, через которую могут свободно проходить пчелы. Леток поэтому не забивается. И вентиляция действует всю зиму. Да, сейчас это было в то время. Люди боялись делать с вентиляцией. Я делаю вентиляцию всегда через верх. У меня там, где кормушка стоит. И семья зимует нормально. Рамки не запотевают. И уля более-менее нормально. Еще интересный, так сказать, случай о перевозке пчел в контейнерах. Ну, контейнер, это железнодорожный контейнер большой. И вот он, уже один раз я читал такое. Ну, я думаю, что вам еще интересно прослушать, сколько же пчелы находились в этом контейнере и как они переехали. В 1955 году я перевозил пчелы с Воронежской области на Кавказ в контейнеры. Пчелы дошли хорошо. И 1 апреля 1958 года я решил продолжить начатый опыт по перевозке пчел в контейнерах, но уже на большие расстояния. Как раз к этому времени я твердо решил поехать в Алтайский край на за освоение целинных и залежных семей. До места назначения было около 4000 километров. Вместе с домашними вещами и контейнерами были погружены и пчелиные семьи. На этот раз путь продолжался 36 дней, причем до станции Биск в железнодорожном вагоне, а потом 200 километров на автомашине. На место пчелы прибыли 5 мая, хорошо облетались и летом развивались нормально. Следует заметить, что лучший результат от длительной перевозки получается тогда, когда она производится с южных районов в северное весной и с севера на юг осенью. Смотрите какое расстояние, 36 дней ехали, а потом еще 200 километров на автомашине. Особых условий для пчел пути я не создавал, ограничился теми, которые пользуются при обычных перевозках. Запасы кормов уравнялись 7-10 килограмм на семью. Ули устанавливались в контейнер в 2-3 яруса. Вентилятор контейнера был открыт на все время пути. Несмотря на большие преимущества контейнеров перед другими видами транспортировки, пчел на длинные дистанции подчас невозможно добиться разрешения на погрузку пчел в контейнер. Мне для этого пришлось связаться с Министерством сельского хозяйства СССР и Министерством путей сообщения. Думается, что следует установить определенный порядок перевозки пчел в контейнерах, чтобы нуждающийся в этом пчеловод не обращался за разрешением в то или иное министерство, а получал его на месте. Вот такие были препоны. Весьма интересно, что если по весне пчелы у вас закрыты, то они спокойно, если на дворе нет повышенной температуры, они спокойно перевозят такие перевозки, переносят. Зачитаю еще особенности, одну статейку, которые некоторые особенности цветения кипрея. Кипрей, как вы знаете, хороший медонос, и я зачитаю о нем, чтобы нам было понятно некоторое качество этого растения. Зацветает кипрей, в скобках, иван-чай, может кто-то знает, и такое называемое первой половине лета, ну, после посевной гречихи, а также и малины и калины. Но ранее начало цветения лугового василька и мелколистной липы. Из травянистых растений почти одновременно с кипреем начинает свести пустырник сердечный тавоха вязолистная, имеющая в литературные данные о сроках продолжительного цветения кипрея нередко неточный и не географичный. Между тем, в пределах лесной зоны русской равнины он наиболее часто зацветает от середины июня до середины июля. А в отдельные годы от начала июня до конца июля. В Сибири и на Алтае кипрея зацветает в среднем 1 июля. В Усть-Каменогорске 4 июля. В Иркутске. Это 1 июля в Усть-Каменогорске, 4 июля в Иркутске. 19 июля в Тобольске. И 20 июля в Магадане. С точки зрения пчеловодства очень ценное длительное цветение кипрея. Однако, литературные данные о продолжительности его цветения нередко сильно преуменчены. Между тем, многолетние систематические наблюдения говорят, что общая продолжительность цветения этого растения в среднем по СССР составляет около 70-80 дней. То есть, весьма-весьма, почти 2-2,5 месяца. Итак, где он еще? По многолетним наблюдениям в Гомеле, Белорусской ССР, кипрея цветет в среднем с 16 июня по 25 августа. В Свердловске с 25 июня по 12 сентября у горно-таежной станции Кривой Ключ, Приморский край, цветет с 28 июня по 19 сентября. От начала до массового цветения у кипрея в отдельные годы в зависимости от погоды проходит от 1 до 3 недель. Массовое цветение продолжается в среднем около 12-25 дней, затем постепенно идет на убыль. Последние цветы кипрея некоторые годы наблюдаются на растениях еще в середине и в конце сентября. Среди травянистых растений кипрея является наиболее нектаропродуктивным, уступая в этом отношении лишь некоторым древесным породам липи и белой акации, то есть на третьем месте стоит. Однако, в отличие от последних цветений кипрея, значительно продолжительнее и, следовательно, взяток с него меньше зависит от условий погоды. Впрочем, даже в одних и тех же относительно неблагоприятных условиях погоды пчелы охотнее берут его. Итак, друзья, вот до этого места. Что вам понравилось? Ставьте лайки. Не понравилось? Ну уж не обижайтесь. Стараюсь, что можно показать. В основном, человоды, которые берут взяток с кипрея, довольны. Я думаю, и вы будете довольны, если у вас он появится и будет в округе расти или где-то посадите. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего видео. До свидания.